Ночь тает, могла, по склонам гор паря, В лучах исчезла, будет мир заря, Еще один прибавлен день к былым, И человек стал к смерти ближе с ним. Но мощная природа вся цветет, Прах жизнью полн, и солнцем небосвод. В цветах долины пышен блеск лучей, Целебен ветер, дивно свеж ручей. Бессмертный человек на бытие, Гляди, ликуй и кричи «Мое!». Гляди, пока глядится, день придет, И мир твоим никто не назовет. И кто бы ни плакал, прах бездушный твой, Земля и небо не почтят слезой. Листка не свеют, тучки не совьют, Ни вздохом ветерка не помянут тебя, Другого ли червь лишь будет сыт, И жалким прахом землю удобрит. Вот утро, вот и полдень, К Отто в зал вся знать собралась. Все, кого он зывал, настал тот час, Когда, как приговор, Падут на лару слава или позор. Здесь Эйзелин, желая обвинять, Все без утайки должен рассказать. Он клялся в том, И с Ларой взят обед, С ним рядом стать, Пусть судят Бог и свет. Что ж, нет его, Коль обвиняет он, Не слишком долго ль Длит он сладкий сон. Срок наступил, И Лара, терпелив, Спокойно ждет, Холодный взор склонив. Где ж Эйзелин? Давно уж время. Вновь раздался ропот, Отто хмурит бровь. К чему сомненья, Если жив мой друг, Порука и честь, Что он придет в наш круг. Кровь, где он спал, В долине меж твоих земель, Высокий Лара и моих. Таким бы гостем Мой гордился дом, И сам он отдых Не презрел бы в нем. Но, чтобы доказательства собрать, Уехал он, Не мог заночевать. Я вновь ручаюсь за него, И сам за честь его ответ, Коли нужно, дам. Он смог, но Лара возразил, Я здесь, тобою зван, Чтоб чутким ухом весь Тот злостный вздор Прослушать до конца, Что и вчера б не снес От пришлица. Когда б не счел Его безумцем я Или врагом презренным, Как змея. Мне он неведом, А меня он знать Мог в тех краях. Но ни к чему болтать, Завичь сюда лгуна Или за него, Меч подыми, Противу моего. Надменный ото, Покраснев, Швырнул перчатку на пол, Меч его сверкнул. Последнее мне нравится, Без слов. За друга я держать, Ответ готов. С лицом все так же бледным, Так же тих. Хоть смерть грозила Одному из них С недрогнувшей, Небрежной рукой Знак, что ему давно Привычен бой Со взором беспощадным, Свой клинок Мгновенно лара Из ножон извлек. Напрасно гости Устремились к ним, В огне ве ото Был неукротим, Он сыплет Оскорблениями. Лишь меч столь яростною Оправдает речь. Был краток бой, Грудь слепо, Сгоряча, Подставил ото Под удар меча В крови. Прием Мамы ловким поражен, Хоть и не насмерть Ранен, Рухнул он. Молья жизни! Он молчит, Едва ль, С кровавых плит Ему позволит сталь Подняться, Ибо взор Заволокла У лары Демоническая мгла. Свой меч Занес Он яростней, Чем вмиг, Когда над ним Враждебный меч Возник. Он был тогда Искусен, Зорок, Строг. Теперь же Бешенство Сдержать не смог. Он так кипел, Безжалостен и яр, Что Лишь метнулись Отвратить удар. Свой меч На тех Он Устремить хотел, Кто защищать Сраженного Поспел, Но Вдруг Подумав, Он Сдержал, Сдержал Порыв И Острый Взор На Отто Устремив, Как будто Проклинал Бесплодный Бой, Где враг Повержен, Но Лежит Живой, Как будто Час Хотел Провидеть Тот, Как он Во гроб От раны Той Сойдет. Был Поднят Отто, Весь в крови, Кругом Шум Беготня Запрещены Врачом, В соседнем Зале Все сошлись, А он, Внезапный Победитель, Вышел Вон, Надменно Средь молчания Своего, Как бы не Замечая Никого, Сев на Коня, Домой Домой Он Держит Путь Нес Не Зайдя Хоть Взор Назад Метнуть Но Где же Он Тот Метеор Ночной Что Угрожал И вдруг Исчез Зарей Где Ж Эзелин Он Был И Скрылся Он И след Его Малейший Утайон Оставив Ото Ночью Все Ж Пути Привычного Не мог Он Не найти И Заблудиться Дом Был Близок Но Там Нет Его Уж Рассвело Давно В тревоге Все Все Ищут Хоть Бы Свет Одно Открыто Эзелина Нет Конь Тот В Конюшне Только Пуст Покой Хозяин И Друзья Полны Тоской Их Розыски Ведутся Вдоль Пути Всем Страшно Там Знак Грабежа Найти Но Знаков Нет Ни Крови На Листках Ни Лоскутов Плаща В Густых Кустах Трава Не Смята Телом Или Борьбой А Страшный След Всегда Храним Травой Крововых Пальцев Там Молчит Рассказ Когда Рука Почуя Смертно Час В Конвульсиях Бороться Перестав Дерет Ногтями Стебли Нежных Трав Будь Будь там Убийство Выдала Трава Нет Ничего Надежда Не Мертва Но Темный Слух Уже В Круг Лары Есть Его В Сомнениях Странных Меркнет Честь При Встрече С ним Все Умолкают Вмиг И Ждут Требуют Чтоб Местный Суд Кто Ларе Друг Кому Внушает Он Доверие Кто К нему Расположен Он Бешен И Неукротим Притом Он Как Никто Орудует Мечом Где Ж Обучился Он Как Не В Боях Где Стал Он Люд Чтоб Все Питали Страх Ведь В нем Не Тот Взрывающий Ся Пыл Что Словом Вызвал Словом Погасил В нем Эта Лютость Сердца Зрелый Плод Где Сострадание Места Не Найдет Лишь Полновластия Пресыщение Им Безжалостность Дают Сердцам Таким Все Это Люди Склонны Видеть Зло Добра Не Замечая Подняло В круг Лары Бурю Нужную Врагам Ее Опасность Ощутил Он Сам Его К ответу Вновь Зовет Пришлес Вновь Травит Он Живой Или Мертвец В том Крае Недоволен Был Народ Все Тирании Проклинали Гнет Там Деспотов Без счета И В закон Их Произвол Свиреп И Возведен Ряд Внешних Войн Между Усобица Ряд В стране Кровавый Создали Уклад Лишь Повод Будь И Разом Спыхнуть Рад Пожар Всеобщий В Буре Смут Вокруг Нейтральных Нет Есть Только Враг И Друг Всяк У себя Был В замке Суверен Народ С проклятием Не Вставал С колеи С колен И Ларе Много Завещал Отец Небрежных Рук Тоскующих Сердец Но Странствуя Злодейством Здесь Не Мчушт Не Оттягчал Он Подать Ей И Нужд Теперь Же Облегчив Их Всякий Страх У Подданных Он Истребил В сердцах Боялась Только Дворня Но Скорей Не За Себя А За Него У Ней Он Слыл Несчастным Хоть Сперва Она Была Недобра Предубеждена Коль Он Не Спит Коль Он Безмолвно Строг То Болен Он Как Все Кто Одинок Хоть Мрачностью Покою Он Гнетет Для Всех Открыт Старинный Замок Вход Там Утешение На На Беда Встречалась Чуткою Душой Горд Лара Был И Презирал Вельмож Но Бедный Брат К Нему Всегда Был Вхож Без Лишних Слов Он Всем Давал Приют И Никогда Обид Не Видел Люд Крестьяне День За Днем Со Всей Земли Все Новые К Нему Вассалы Шли В Нем Проявлялся Щедрый Господин Вдвойне С тех Пор Как Сгинул Эйзелин Быть Может Он Боялся В эти Дни От Графа Ота Хитрой Западни Но Так Или Нет Он Смог Пленить Народ В Ущерб Сей Знати Если В том Расчет То Мудрый Лара Всем Внушил Сердцам Таким Свой Образ Как Задумал Сам Всем Тем Кого Синьор С полей Сгонял Без Долгих Просьб Он Кров Предоставлял Из-за Него Не Плакал Селенин Роптал На долю Вряд ли Раб Один С ним Старый Скряга Был Спокоен С ним Бедняк За бедность Не Бывал Язвим Наградами К себе Он Юных Влек Суля Еще Пока Пока За порог Тот Наградами Наградами По главе Наградами Наградами А Наградами Валерий Слышим Тот Наградами Слышим Наградами Об ужасах к ничему твердить нам вновь, о том, что коршун сыт, что льет сокровь, о переменном счастье боевом, о силе, все крушащий напролом, о горе сел, о прахе стен. Она была, как все другие, та война, лишь яростью она пылала вся, безудержим раскаяния гося, оглохла жалость, ни к чему мольбы, и гибнет пленник на полях борьбы, одним ожесточением полон тот, кто хоть на время вверх в боях возьмет, В обоих станах жаждут жертв, но их все мало им, так много есть живых, тушить уж поздно гибельный пожар, страну терзает голод, дикий яр, пылает факел смерти и резня, кидает смех, на жертвы взор клоня, Внезапным взрывом, опьянившим всех, дружинам Лары первый дан успех, но он же стал зерном дальнейших бед, Лишь храбрости, найдя залог побед, бойцы уже не слушают вождя, слепой толпою на врагов идя, разрозненные шайки их, как рок, пыл грабежа и мщение повлек, Бесплодна Лара, сирится один, унять неистовство своих дружин, бесплодно ищет буйство их смирить, Кто пламя вздул, тому не погасить, лишь ловкий враг пресек, бы их подъем, учтя разброд и безрассудство в нем, Отход обманный и налет ночной, дневные стычки, нерешенный бой, неявка подкрепления в должный час, бивак под ливнем, Не смыкая глаз, насмешка стен над пылом храбрецов, над выдержкой обманутых бойцов, Все это непредвиденно, они, как ветераны в боевые дни, но каждый час лишения терпеть нет, Лучше в схватке сразу умереть, а голод мучит, лихорадкой жнет ряды бойцов, Уже восторг не тот, отчаяние растет, за мигом миг, один лишь Лара духом не поник, Но тает круг его послушных, он взамену тысяч кучкой окружен, отборнейших, Но плакать им пора, о дисциплине, презренной вчера, надежда есть, Граница не вдали, туда уйти, от смут родной земли, и унести с собой в чужую даль, Изгоя в гнет, отверженцев печаль, расстаться трудно с родиной своей, но умереть или стать рабом трудней. Так, решено, идут, готова ночь своим светилом бегству их помочь, Бесфательному, нежный свет, вия, по глади пограничного ручья, они глядят, Не берег ли, назад, вдоль рубежа, враги, за рядом ряд, бежать вернуться, Но в тылу у них знамена ото, о цвет копий злых, то не пастущие ли, на горах огни, нет, Слишком яркие, не скользнуть в тени, надежды нет, окружены, но вновь враг дорого заплатит им за кровь. Остановились, дух перевести, здесь встретить бой, или на пролом идти, неважно, Но ударом по врагу, что преградил им путь на берегу, иные бы прорвали вражий стан, ушли бы. Как не дерзок этот план, мы нападам. Мы нападем, атаки трусы ждут, и, как награду, только смерть найдут. Поводья сжаты, сталь сверкнула враз, отвага их опередит приказ, Хотя со словом лары боевым, лишь голос смерти прозвучит иным. Он вынул меч, его спокойный вид, в нем явно не отчаяние сквозит, В нем холод, что и храбрым не подстать, кто человеку могут сострадать, взор пал на каледа. Все рядом он, в нем всякий страх, любовью побежден, должно быть. Сумрак лунной ночи лег, невиданную бледностью вдоль щек, Или мертвенный являл оттенок тот, что в сердце верность, а не страх живет. И Лара понял, руку трону, в ней, и в этот час пульс бился не сильней. Недвижны губы и спокойна грудь. Лишь взор внушал, у нас единый путь. Отряд погибнет, убегут друзья, но жизнью лишь тебя оставлю я. Команда прозвучала, тесный строй, в ряды врага ворвался, грянул бой. Покорный кони шпором, звон мечей, и в быстрой стали, отблески лучей, Их мужеством восполнено число. Отчаяние на стойкость нелегко. Смешалась с кровью быстрая волна, и до зари была красна она. Ведя, бодря, везде, являясь вдруг, где враг теснит или слабее друг, Рубился Лара. Хоть уже терял надежды те, что сам другим внушал, Все знали, бегство бесполезно. Тот, кто дрогнул, снова кинулся вперед, С надеждою, воскресшую глядя, Как враг бежит под натиском вождя. То окружен своими, то один Врезался Лара в строй чужих дружин Или скликал своих. Проложен путь? Да, кажется, он руку вздел махнуть. Дать знак? Но что пернатый шлем паник, Стрела взвелась, и грудь пронзила вмиг. Жест роковой удару Бог открыл, И гордый знак оборван смертью был. Победный возглас замер на губах, Безжизненно упал победный взмах. Еще рука сжимает рукоять, Хоть левая не в силах управлять, Роняет повод. Паш перехватил и Лару Без сознания и сил Припавшего к луку стремит вперед, Быть может, конь из боя Унесет, а бой кипит. И все склубились так, Что о сраженном И не помнит враг. День и видит смерти И агонию в круг Без шлемов головы Клоки кольчуг, Простерся конь Среди кровавых трав Под пругу смертным вздохом Разорвав. А рядом тот Не вовсе охладел, Кто шпорою и поводом владел, Иной упал вблизи ручья, А тот журчит, Дразня сожженный жаждой рот. Любой Палящий жаждаю объят, Кто обречен, погибнут, Как солдат, И тщетно губы молят Об одной Предсмертной капле Охладить их зной В порыве Конвульсионном Ног и рук Иной прополз Через обогренный луг. Остаток сил Истратив И достиг И над волной, Чтобы испить Паник, Он ловит свежесть, Блеск ее и свет. Чего ж он медлит? Жажды больше нет, Она исчезла, Не утолена. Агония Закончилась она. Подлипою Вдали от битвы той, В которой был Вождем он и душой Сраженный воин, Чуть дыша Лежал. То Лара кровью Жизнью истекал, С ним калит был, Один лишь калит. Он, Став на колени Кране преклонен, Платком сдержать Пытался Алый сок, Что с каждым Вздохом Все темнее Тек. Дыхание Стало реже, Кровь Густой, Сочилась каплей, Столь же Роковой, Слов нет. И Лара Жестом Знать дает, Что боль Сильнее От его От его Забот Ему Жав Руку Из последних Сил Улыбкой Грустной Он Благодарил Пожа, Кто все Забыл И страх, И плен, И влажный Лоб Лишь Видит У колен До Бледный Лик, До Взора Одет Им Глой, Где Для Него Вмещен Весь Свет Земной. По Полю Рыщет Вражеский Обход, Что Им Триумф, Коль Лара Ускользнет, Он Здесь Схватить Бесцельно Вождь Сражен И все Ж Глядит На них С презрением Он Тем Примерясь С печальную Судьбой Коль Смерть От Злобы Тащится Земной Подъехал Ото Спрыгнул И глядит Как Враг Его Повергший Сам Лежит Спросил Что С ним Тот Промолчал И Взор Отвел Как Бы Забыв Его В Простор И Каляда Позвал Беседа Их Слышна Но Непонятно Для Других Он Говорит На Языке Чужом Что Странно Ожил Перед Смертью В нем Шла Речь О Прошлом О Каком В тот Миг Один Леж Каля Тайный Смысл Постиг Он Отвечал Беззвучно А Кругом Стояли В изумлении Немом Казалось Даже в этот Час Они Забыли Все Былые Вспомня Дни И обсуждают Свой особый Рог Чью тайну Разгадать Никто Не Не Смог Чуть Слышный Длился Разговор Лишь Тон Давал Понять Насколько Важен Он Прерывно Голос Каляда Звучал Казалось Он Не Лара Умирал Столь Слаб Не Внятен Столь Исполнен Мук С Недвижных Бледных Губ Срывался Звук Но Голос Лары Все Признать Могли Б Пока В него Не Влился Смертный Хрип Но Что Прочесть В его Лице Оно Бестрас Набыло Твердо И темно Лишь Огонью Ощутив Дрожа Он Нежным Взором Подарил Пожа Когда Ж Тот И отвечать Не мог То Лара Показал Вдруг На Восток Толь Он В Выси Дневной Завидел Луч В тот Миг Пробилось Солнце Из-за Туч Толь Случай Был Толь Внутренним Очам Предстало Нешто Виденное Там Казалось Паш Не понял Глянул Вбок Как Если Б Ненавидел Он Восток И Блеск Дневной И Отвернулся Прочь Глядеть Молча Верующим Застыла Кровь Нет Бьется Нет Безумец Видит Взгляд Лишь То Что Было Ларой Миг Назад Все Смотрит Калит Будто Не потух В том Прахе Пламень Не умчался Дух Кто Возле Был Прервали Тот Столбняк Но С тела Взор Он Не сведет Никак Его Ведут С того Лужка Куда Он Снес Его Кто Был Живым Тогда Он Видит Как Прах К праху Милый Лик К земле А не К его Груди Приник Но Он На труп Не кинулся Не рвал Своих Кудрей Блестящих Он Стоял Он Силился Стоять Глядеть Но Вдруг Упал Как Тот Столь Им Любимый Друг Да Он Любил И Может Быть Вовек Не мог Любить Столь Страст На Человек В час Испытаний Разоплачена Была И Тайна Хоть Ясна Она Пожа Приводит В чувство Расстегнуть Спешат Колет И Женская Там Грудь Очнувшись Паш Не покраснев Глядит Что Для Нее Теперь И честь И стыд Не В склепе Предков Гордый Лара Спит Там Где Погиб Глубоко Он Зарыт Тихсон Его Под Гробовым Холмом И Без Молитв Без Мрамора На нем Оплакан Он Лишь Той Чья Скорбь Сильней Чем Скорбь Народов О Судьбе Вождей Напрасен Был Устроенный Допрос Она Молчала Не Боялась Гроз Вплоть До Конца Скрыв Где И Почему Все Отдала Столь Мрачному Тому За Что Он Ею Был Любим Глупец Любовь Сама Растет В Глуби Сердец В Неволе С Ней Мог Быть Он Добр Порой Суровый Дух Глубок И Пред Толпой Умеет Скрыть Любовь Не Различит Ее Насмешник Если Тот Молчит Нужна Была Особенная Связь Чтоб С Ларой Так Ее Душа Сплелась Но Скрыта Повесть И Погибла Та Чьи Все Могли Бы Рассказать Уста Земле Был Предан Лара Мощный Стан Помимо Той Смертельной Многих Ран Давно Заживших След Хранил Они Нанесены В иные Были Дни Где Б Не Провел Он Лето Жизни Там Ее Он Видно Посвящал Боям И Шрамов Ряд Не В честь Ему Не В стыд А Пролитой Лишь Крови Говорит А Изелин Кто Все Открыть Бы Мог Исчез Ту Ночь Найдя Свой Вид Нарок В ту Ночь Как Слышал Некий Сирянин Шел Шел По Долине Крепостной Один Уже Боролся С Сынцей Восток Туман Скрывал Ее Ущербный Рог Тот Крепостной Шел В лес Сухих Ветвей Набрать Продать И Накормить Детей Брел Вдоль Реки Он Чуя Сечет Луга Владение Лары И его Врага Раздался Стук Копыт Из Темных Чащ Вдруг Всадник Влетел Укрыто В плащ Свисало Что-то Со спины Коня Лицо Он Прятал Голову Склоня Так Мчался Ночью И в лесу Глухом И Заподозря Злодеяние В том За всадником Следить Стал Крепостной Тот Осадил Коня Перед Рекой Сошел Снял Кладь Не сдернув Пелены Влез На утес И сбросил С крутизны Помедля Он Вгляделся И назад Как будто Озираясь Кинул Взгляд Потом Пошел Вниз По реке Чья Гладь Порой Злодейство Может Обличать Вдруг Сдрогнув Стал Он Нагромождены Там Были Зимним Ливнем Волуны Крупнейшие Он Начал Выбирать И Видно Целись Их В поток Швырять А крепостной Подкрался И за ним Все Наблюдал Сам Затаясь Незрим Вдруг Точно Грудь Сплыла Из-под Воды Блеснул Скалета Очерком Звезды Но тело Он едва Приметить Мог Как тяжкий Камень Вниз Его Увлек И Вновь Оно Всплыло И Вдруг Волну А Красив Пурпур Вмиг Пошло Ко дну А Всадник Все Стоял И Ждал Пока Последний Круг Изгладила Река Потом Вернулся Прыгнул На коня И Прочь Помчался Шпорами Звеня Под Маской Был Он А У Мертвеца Крестьянин Страхи Не Видало Лица И Если Впрям Была На нем Звезда То Этот Знак Любимый В те Года И Зелина Украшал Горя В ночь За Которой Та Пришла Заря Коль То Был Он Прими Его Господь В морскую Глубь Его Умчала Плоть Но Веру Милосердия Хранит В то Что Он Был Неларой Убит Исчезли Калид Лара Эйзелин Надгробия Не Дождался Ни Один Кто Калида Прогнать Оттуда Б Мог Где Пролил Кровь Ее Погибший Бог Сломила Горя В ней Надменный Дух Скупа На Слезы Не Рыдая Вслух Она Взбивалась Если Гнали С той Земли Где Спал Он Мнилось Ей Живой Тогда Пылал Ее Зловещий Взгляд Как Бы У Львицы Утерявший Львят Когда Ж Быть Там Не Мешали Ей Она Вела Беседы Средь Теней Их Скорбный Мозг Рождает Забытии Чтоб Поверять Им Жалобы Свои Она Под Липою Садилась Той Где Ей В колени Пал Он Головой И В той же Черных Кос Но Сберегла И Часто Прять Волос На Землю Клала Нежно Поводя Как Бы На Рану Призрака Кладя Звала И Отвечала За Него То Вдруг Скочив Владыку Своего Бежать Молила Злобный Призрак Ей Являлся Вновь Садился У Корней Лисом Худым Склоняясь К реке Худой То Знаки Вдруг Чертила На Песке Так Жизнь Нельзя С Любим Спят Она Все Тайны В Ней Но Верность Всем Видна Но Верность В Ней Видна